Мы снова снимаем спустя сто лет. Всем привет, меня зовут Тая Булыгина, и я основательница на школе подготовки в лицее Вышки и в покровский фортал Лицеум. Сегодня я вам расскажу про льготы, про то, как можно поступить в лицей на вне конкурсное место, про то, как на самом деле поступают в лицей некоторые мои ученики, про то, как можно пройти в лицее на те места, которые официально нет в квотах, то можно в лицее получить доп. баллы, как они в этом году полностью изменились в систему, как вы можете увеличить баллы своих вступительных более чем на 1, 2, 3. Вообще в лицее в ШЭД существует два ринга привилегий, назовем их так. Первая — это система, которую ввели только в этом году, в 2023. Эта система будет тестироваться первый раз. Эта система, которая называется доп. баллы, или типа дополнительные баллы при поступлении. Вторая категория — это льготы, про которые мы как раз сейчас с вами в самом начале и поговорим. Льготы — это такая прикольная система, которая позволяет вам поступить в лицей на вне конкурсное место. То есть каждый год лицей устанавливает сколько детей он готов взять на каждое из своих направлений. То есть, допустим, на МОТЭК он берет столько-то, на гуманитарной науке он там берет столько-то. Контрольные цифры приема, это называется, их можно посмотреть на сайте лицея. Мы можем вам оставить ссылочку под этим постом на этот файлик. А льготы позволяют вам поступить на вне конкурсное место, которое вне вот этих вот основных мест вам выделяют. И выделять это место или нет официально решает администрация лицея, назовем это так. Всегда берут тех ребят, у которых соблюдено несколько условий. Что же это за условия, кого реально мы можем взять по этим льготам? Причем я точно уверена, что я точно знаю, что мы уже тестировали несколько лет. Это такая ситуация, когда вы набираете высокий проходной балл. То есть вы знаете, наверное, что в лицея есть два проходных балла. Первый — это минимальный проходной по каждому из предметов, который вы задаете. Второй балл — это общий суммарный балл, проходной, в котором ваш балл должен удовлетворять всем этим баллам. То есть, допустим, проходной 32, суммарный. И у вас при этом русский, не знаю, 7 баллов, английский 8, математика 5 и литература 16. То есть вы по всем удовлетворили. А если бы у вас была такая ситуация, что у вас, не знаю, по математике 2 балла, вы бы не прошли. То есть вы бы не прошли минимальный порог по математике. Именно в таких ситуациях, когда у вас суммарный превышает описание суммарной, проходной, а минимальный балл по одному из предметов вы не набрали, лицей может принять решение вас все равно взять. Итак, например, поступила у меня ученица в прошлом году, у нее был очень высокий суммарный балл. Она занималась у меня по литературе в мини-группах лицелами. Добрала 19 баллов из 20 по литературе, по-другим у нее тоже было очень много. Но она, по-моему, заводила именно математику. Но я все равно взяли, потому что у нее суммарный балл был высокий. У нее была льгота многодетности. Сейчас как раз давайте поговорим про то, какие именно есть льготы. Мы вам также к этому видео прикрепим еще ссылочку на документ именно с льготами, где вы сможете посмотреть полный перечень. Сейчас я высвечу самые популярные, которые ребята реально используют. Первая самая популярная льгота — это многодетность. Да, если у вас много детей, это социальная льгота, которая вам позволяет поступить на мне конкурсное место, если вы набрали очень высокий суммарный проходной балл. Вы можете получить по социальным причинам тоже это сиротство, потеря кормильца и инвалидность. Идем к следующему пункту. Если вашим родителям или опеку нам предоставлена льгота, предоставлена выплата какая-то от государства за жилье и коммунальные услуги, это желательно подробнее уже узнавать у приемной комиссии лицея, чтобы они уточнили этот пункт. Также льготы даются призерам и победителям разных олимпиад как бы за достижения. Сейчас мы эти льготы проговорим, я их прямо зачитаю. Если вы, внимательно это важно, призер или победитель заключительного этапа, или если вы призер или победитель регионального этапа, то вам дается льгота как раз в том, про которую мы говорили. Если вы являетесь призером или победителем заключительного этапа высшей пробы за 9 класс, то вам тоже будет дана льгота. То же самое касается ступеней, такая олимпиада, которая расширена на исследовательские навыки и компетенции. Также, если вы победители или призеры финального этапа конкурса своими словами, то же конкурс, который проходит в вышке совместно с другими университетами, эта специфичная олимпиада не всем подойдет, но, возможно, кому-то стоит ей поучаствовать, если вам эта тема будет интересна. Почитайте про это обязательно. Скорее всего, в этих олимпиадах вы никогда не принимали участие, но я вам про них кратко скажу. Если вы победители или призеры олимпиады по анализу данных, дано, я не знаю, кто что это произносит, либо если вы победили в призер олимпиады, господи, как суд до дела, точнее, даже не олимпиада, а конкурс игровых судебных процессов, то вам тоже будет льгот. Давайте играем в суд. Короче, это олимпиады, в которых, очевидно, не очень много кто поступает, но вы теперь знаете, что они дают льгот, и, возможно, вы захотите в них поучаствовать. Я вам сразу говорю, участвуйте в олимпиадах как можно больше, даже если вам кажется, что вы не достаточно умный, не достаточно много знаете. Это не так, сто процентов, говорю, как человек, который так думал, а потом выиграл высшую пробу. Кстати, видео, как я выиграла высшую пробу, есть у нас на канале, и ссылка у нас будет в описании, так что обязательно посмотрите. Также у нас есть еще видео про то, как один из преподавателей нашей онлайн-школы, который готовит ребят в лице вышить по-английскому, он записал видео про то, как он выиграл сервис. Все получится, поэтому реально пробуйте, особенно на этапе 5 класса, там олимпиада не очень сложная. Еще одна льгота, которую многие считают немного несправедливой, но, еще раз мы тут с вами это не обсуждаем, наша задача это фактически донести, рассказать вам про разные кейсы. Это если вы зарегистрированы по месту проживания в Басманном районе Москвы. Просто лицей, это учитывая, как лицей находится в Басманном районе. Идем в Басманном районе и поступайте с собой. Реклама в Басманном районе. Еще одна льгота, тоже многие такие несправедливые льготы, ребята, есть, приняйте это. Если вы являетесь, сейчас внимательно, детьми и внуками, детьми или внуками работников, неупше, а кто-то меня спросил, если моя работа не на уборщице и в Нилшет тоже будет работать. Я не знаю, потому что никто не поступал в знакомство по такой льготе, но я думаю, что это рассматривается в индивидуальном порядке, чтобы вы понимали, все ваши знания на льготу рассматриваются в индивидуальном порядке. Вам могут как отказать, так и принять. Я вам рассказываю свой кейс с многодетностью, например, который у нас часто прокапывал. То есть многие мои ученики реально поступали по этой льготе. Ребята, к нам очень важно собрать этот план к ситуациям, в которых реально вам удается поступить по льготе. Обязательно пишите в комментарии к этому видео, если вы, например, уже поступили в лице, смотри все это видео, или если вы только планируете поступать. Если группой примените льготу, обязательно пишите свой кейс, какую льготу вы применяли, добры ли вам или нет, и сколько у вас было баллов. Будем очень ждать вашу ситуацию в комментариях, и ребята нового поколения, кто будет поступать в лице в следующем году, смогут прийти, посмотреть и выяснить, как же там стояло дело со льготниками. Есть еще одна льгота, специальное направление в математике, на которой, кстати, довольно мало квот, то есть очень мало мест вообще на этом направлении, но на него поступает не очень много ребят, то есть там такой баланс соблюдается. Это вообще не очень популярное направление, оно такое очень локальное. Если вы набрали максимальный балл по профильной математике для этого направления, или вы набрали максимальный балл на устном собеседовании, у вас тоже будет эта льгота. То есть математики сделали так, что если вы прям такой гений математик, у вас, допустим, по-русскому плохо, то вы сможете эту льготу, собственно, получить. Еще одна льгота, которую точно вы не будете применять, новая, которую я вам тоже скажу, это если у вас есть брат-близнец, есть сестра-близнец, и вы поступаете вместе в лицей, и один человекный балл, проходной балл из вас, а другой не набрал. Если кто-то будет поступать в лицей, тоже напишите, пожалуйста, но за всю мою историю, историю моих друзей такого не было никогда, вот, но, возможно, есть такая льгота. Чтобы не разлучать, не разлучать, наверное, сильно. Еще одна льгота, которую нужно тоже желательно уточнять в лицее, о каких именно ветеранах идет речь, это если вы являетесь детьми ветеранов боевых действий. В общем, это все льготы, которые сейчас есть для поступления в лицей, они могут немножко по-разному работать. Сейчас описываю вам процедуру того, как вообще подается это заявление. Смотрите, готовьтесь к поступительным, готовитесь активно, окей, понимаете, что, может быть, какой-то клиент западает, понимаете, что у вас есть потенциальная льгота, и такие, хорошо, я, в принципе, там могу математику завалить, но потом мне нужно очень сильно подготовиться к, не знаю, литературе и сдать ее на хороший балл. Потом вам приходят, ну, не знаю, спустя месяц, не буду говорить точную цифру, потому что реально по-разному очень бывает, ну, грубо говоря, спустя месяц, вам известны результаты. Они могут быть обязательно за через три недели, да, реально по-разному. И после этого, когда вы смотрите на свои проходные баллы, вы понимаете, что вы точно не набрали какой-то минимальный проходной, вы ждете суммарного проходного, то есть вы ждете списков рекомендованных зачислений, которые появляются значительно позже, чем объявляют просто ваши результаты. Когда появляется список рекомендованных зачислений, там уже будет написано, типа, кого берут, с каким баллом. Устанавливаете суммарный проходной балл, и потом, когда вы не находите себя в этих списках, но понимаете, что ваш суммарный балл выше, не знаю, у вас там 33, проходной 32, вы подаете ходатайство, это специальное заявление, сразу же, ну, желательно в день объявления этих списков рекомендованных зачислений, вы присылаете на почту вышку вот это вот самое ходатайство, и там они уже его рассматривают, и, ну, скорее всего, в течение буквально нескольких дней они его либо примут, либо отклоняют. Вот у меня у всех моих учеников приняли, не знаю, дня за 4, я за 3, и они в районе, там, какого-то июня, они узнают то, что они прошли, они очень радуются, и я сама помню, что когда я выглядела связь с рекомендованным зачислением когда-то, я, господи, я так лежала и прыгала на диване, это просто был какой-то трэш. Я была такая счастливая тогда, я еще, это был такой прям яркий летний день, я выбежала вниз из дома, побежала к маме, которая гуляла с собакой или что-то в этом роде, я нашла маму с собакой, и просто она еще разговаривалась с бабушкой, этот момент я прям помню, а я бегу к ней, такая, мама, я поступила у меня в своей вышке, это был самый счастливый день на свете, ребят. Мне грустно. Еще Лицей, как я уже говорила, с этого года ввел такую новую систему, которая пока не очень понятно, как будет работать, но если очень кратко, это система дополнительных баллов, то есть какие-то индивидуальные достижения, которые дают как бы не только или не столько льготы, сколько именно баллы конкретные, которые прибавляются к общей сумме ваших баллов, которые вы набрали на вступительных. Чем это может помочь? С тем, что если проходной балл суммарный будет высокий, то баллы, они вам помогут прибавить к вашему уже баллу, который вы заработали на вступительных, еще там один, два, три, четыре, пять, дом баллов, из них будет высчитываться в итоге ваш суммарный балл, если, например, я понятно объяснила, надеюсь. Еще такой важный момент, что вы при этом должны набрать минимальные проходные баллы, конечно же, по всем предметам, этот балл-то добавляется просто к суммарному, а не к какому-нибудь конкретному предмету. Также эти достижения установлены отдельно для каждого из направлений. Есть общие, вот там парочка общих, которые для всех, есть для окраски, которые по направлениям. На самом деле, там огромный перечень индивидуальных достижений. Мы прикрепили ссылочку на файлик внизу, он тоже лежит на официальном сайте лица, можно посмотреть, сейчас я вам расскажу именно общую сводку. Это мое экспертное мнение, потому что я уготавливаю ребят уже три года, и я понимаю, с какими примерно они уровнями приходят, на какие баллы они пишут и так далее. То есть я могу дать свой фидбэк, как это будет работать. Первое, скорее всего, немножко поднимется проходной балл. Я не гарантирую, это вообще ни в коем случае, я вообще не знаю, что там будет с на 100%. Просто, исходя из опыта, могу сказать, что, ну, это поднимет проходной балл в любом случае по сравнению с предыдущим годом. Предыдущим годом он был низким. Из-за того, что многие ребята, во-первых, не были готовы к уровню вступительных, по каким-то предметам они немножко усложнились. Например, на комментариях на уроке был низкий проходной балл. Математику ребята очень плохо писали в, если вот так, в массе своей смотреть. Были варианты тяжеловатые. Плюс вообще уровень ребят в прошлом году был в целом пониже, поскольку они попали на год пандемии. Ребят, которые ко мне приходили учиться в прошлом году, у них был уровень вообще такой. Теперь давайте поговорим про то, какие именно достижения дают льготы на все направления, и потом пройдем с оправданным по каждому. Довольно очевидно, что если вы призер или победитель фактической олимпиады школьников, запущенный этап, это будет давать вам всего 5 баллов при поступлении. То есть они будут прибавляться к вашему суммарному баллу. Допустим, вы набрали там 32, плюс 5, плюс 37. Если вы победитель или призер финального этапа своими словами, то он прибавляет 2 балла. То есть было 33, стало 35. Также еще 2 балла добавляют победа на ступенях, и еще немножко баллов. 1 балл добавляет движение готов к труду и обороне наступительного, сначала в ГТО. На самом деле это 1 балл. Лучше не идти, с пламя голову сдавать ГТО, а, ну, хорошенько подготовиться к поступительному и набрать на 1 балл больше, не знаю, на СССР по-английскому написать его на 9, а не на 8, или что-то еще в этом роде. Поэтому лучше с этой силой положить на подготовку, даже если осталось там всего месяц или полмесяца, это все равно не страшно, за это время спокойно можно посвежить свои знания. У нас теперь специально для таких случаев, в таких ситуациях есть интенсив. Можете найти в нашей соцсети, посчитать, что это такое, это супер круто, разработанная нашими преподавательными программа, которая уже несколько лет помогает ребятам ускоренно готовиться к лицею в таком самостоятельном, комфортном темпе. Приколная сила в том, что он прям прорабатывает четко ваши ошибки, ваши пробелы, вы их закрываете, получаете вообще всю теорию по заданиям. В общем, классный продукт, посчитайте про это. Если что, эти 5 баллов дает вам в любом предмет. Допустим, если вы поступаете, не знаю, на Мотек, и вы победитель олимпиады в экономике, да, но в предметах может быть победителем олимпиады так же по-английскому, или даже по-английскому, то есть неважно в каком предмет. Важный вопрос, который нам очень многие издают, дает ли красный аттестат дополнительные баллы при поступлении в вышку? Нет, вообще нет. Вообще нет. Для первой школы он действительно важен, дает, например, 15-15 лет на аттестат. Какие-то еще другие школы смотрят на ваш аттестат, все вышки не смотрят, поэтому если у вас школа первосеменно нагружает, но при этом вам мало дает, я вам советую не концентрироваться на ней, а концентрироваться на курсах, на в целом подготовке или на олимпиадах. Теперь давайте с вами поговорим как раз про то, на какое направление в какие льготы. На самом деле, прям, если бы мы это прям прочитали, это будет очень долго, я скажу вкратце, там такую сводку, что тут уже играет роль, какая конкретно олимпиада тематическая, нужно, чтобы тематическая олимпиада, ее предмет совпадал с направлением. Например, если это востоковедение, это олимпиады по истории, востоковедению, японскому, китайскому языку, вот, и так далее. Если, например, у вас комментарии науки, то это олимпиады по истории, история мирных отношений, культурология, общество знания, русский язык, филология, философия, журналистика, иностранные языки, то есть вот такие предметы. И то же самое для интерматек, экономика, математика и так далее. Давайте теперь кратко нам сводку по вообще баллам, которые дают разные олимпиады. Они примерно одинаковые на всех направлениях, по каким-то конкретным направлениям, могут быть еще доп. олимпиады какие-то, смотрите в табличке, то есть это какие-то разовые исключения. Во-первых, высшая проба. Высшая проба, если вы победитель заключенного этапа, вы получаете 4 балла, если вы призер заключенного этапа, вы получаете 3 балла. И тематика высшей пробы у нас совпадает, да, еще раз, с вашим направлением. Потом, здесь еще конкурс, высший пилотаж, в нем тоже получается 3 балла, конкурс довольно специфический, по-моему, там либо какой-то проект вы презентуете, но 3 балла реально проще получить, если вы выиграли высший пилотаж, если вы подготовились к уступителям, написали пробный бронетик, ну не 14, там, а 17, да. Поэтому все возможно, просто нужна нерамотная подготовка. Дяма следующей олимпиаде. СОЖ, региональный этап. Если вы победитель региона, то вы получаете 3, если вы призер, то вы получаете 2 балла. Также, например, в элементарной науке еще можно выиграть московскую олимпиаду школьников по истории искусств, МОЖ, да, и МОЖ по истории искусств можно дать еще призерство, и получили бы 4 балла, либо 3 балла. Также в олимпиаде естественной науке еще учитываются такие победы, как олимпиада школьников-ломоносов, российский конкурс юношеских и исследовательских работ имени Вернадского и так далее. Вот такие локальные именно олимпиады. Они дают 3 балла, международная олимпиада в экономике, например, дает 5 баллов. Но вы должны понять, что, скорее всего, вы ничего не знаете про эти олимпиады, и ничего страшного, если вы в этих олимпиадах не участвовали. Потому что нам многие пишут, ребята, что, блин, я участвую в одних из этих олимпиадов, я про них не знал. Во-первых, теперь вы про них знаете. Если вы смотрите это видео летом или в сентябре, у вас есть еще шанс грузиться в эти все олимпиады, попробовать себя, и я вам очень советую это сделать. Если вы уже смотрите недодого до вступителях, ничего страшного, просто сделайте упорно на подготовку, а не на какие-то олимпиады. Также для этого не распыляться. Если вы, во-первых, понимаете, что вам трудно будет взять призерство регионов, лучше подготовьтесь тоже. Если вы понимаете, что вы прям хотите очень играть призерство, идите, бросайте силы на подготовки к олимпиадам. Вот олимпиады целая экосистема, в которой вам нужно подобрать ту олимпиаду, которая подходит вам лучше всего, потому что, допустим, реально кому-то подходит своими словами, кому-то вообще нет. У меня были ученики, которые вот прям сразу я вижу их работ, я понимаю, что им эта олимпиада подойдет очень классно. Поэтому мы специально сейчас работаем над таким специальным курсом для олимпиад, на которых ребята будут готовиться именно к разным олимпиадам в зависимости от своей специфики, своих талантов, своих склонностей и интересов. А еще в зависимости от склада их ума, потому что действительно кому-то там это интереснее, кому-то это интереснее, кто-то вот может так мыслить, а кто-то так мыслит, но просто кто-то не хочет так мыслить. Это не его. Плюс мы помогаем ребятам с предметом продлиться, по которым наиболее интересна олимпиада и так далее. То есть вот такая у нас большая эта система, олимпиады вообще-то безумно интересны, в них на самом деле прямое участие может каждый абсолютно, не важно, какой у вас бэкграунд и так далее. Его можно, весь бэкграунд можно наработать. Судия олимпиады это действительно такое глубокое погружение предметов. То есть если вы хотите что-то взять от школы очень серьезное, глубокое, то готовьтесь к олимпиаде. Плюс лицеевышки, когда вы в него поступите, там скорее всего очень многие будут уже призерами какой-то регион или вообще олимпиадниками. Я училась в одном классе со всеросниками, причем с победителями в серосе и с призерами в серосе. И, конечно, очень сложно в таких ситуациях вообще думать про то, что ты умный, если ты олимпиады какие-нибудь выигрывал. Но не стоит отчаиваться, стоит идти дальше и реально заниматься, не забывать при этом про свое здоровье, то есть не прям не все бросать на олимпиад. Подбирайте на ту олимпиаду, которая вам больше всего комфортна. В том числе, исходя из вашего умения учиться, что в серос он прям для ботаном, реально в серос для ботаном. А он при высшей пробе, к ним нужно готовиться немножко по-другому. Или там у Моносов тоже немножко по-другому. При этом, если вы выиграли высшую пробу, по Моносову нужно писать вообще по-другому, потому что это Олимпиада от МГУ, а вышка в МГУ две примерно диаметральные все положенные. Идеологии, идеологии олимпиад. Вот, поэтому у каждой олимпиады есть своя специфика, вы можете про них прочитать, изучить, посмотреть результаты этих олимпиад прошлых лет. У вас точно все получится, ребята, витуальные достижения как раз помогут вам в принципе в лицей поступить. Но не отчаивайтесь, если у вас их нет. Вообще, и все будет супер здорово. И хорошей подготовки, и хорошего отдыха. Не забывайте про себя и не забывайте про то, что умным быть супер здорово. Будьте умными, ребята. Пока-пока.